Добрый день! Сегодняшняя запись будет посвящена обзору ситуации в экономике Соединенных Штатов, а также перспективы курса доллара на 2017 предстоящий год. Следует отметить, что прошедший год был достаточно насыщенный на мировых рынках двумя основными событиями, которые запомнились больше всего. Безусловно, стало решение Великобритании покинуть ряды Единой Европы, Европейского Союза и также неожиданная победа Дональда Трампа в ноябрьских выборах. Следует отметить, что оба данных события достаточно сильно повлияли на мировые рынки, на курсы мировых валют. Так, например, решение Великобритании покинуть Европейский Союз повлияло без исключения на все валютные котировки, где даже и не было в помине фунта стерлинга. Относительно американского доллара уже после оглашения результатов продолжается и по сей день, то есть в течение последних 6-7 торговых недели продолжается так называемая оралия американского доллара, что в свою очередь привело к падению прямых котировок и роста обратных котировок валютных пар. Упоминая ситуацию в самой первой экономике мира, следует отметить в первую очередь, что за последние 8 лет процентная ставка данной экономики находилась на рекордно низком уровне, за последние, то есть исторический минимум был зарегистрирован и лишь в начале этого года была предпринята первая попытка повышения данного показателя, то есть ставки рефинансирования и решение Федрезерва 14 декабря этого года также привело к дальнейшему повышению процентной ставки и дало начало целой серии. Безусловно, это в первую очередь серия предположительных повышений за следующие 3 года, но учитывая ситуацию в плане макроэкономических индикаторов, не исключено, что данная серия будет действительно состоять из 3 повышений каждые последующие 3 года, как и прогнозируется Федеральной резервной системой. Сегодня я хотел бы отметить схожесть ситуации, которая сформировалась в экономике Соединенных Штатов с той, что наблюдалось в 2004-2006 годах. Так, на данном графике можно заметить целую серию повышающих, целую серию заседаний Комитета США по открытым рынкам, где было принято в тот период, с 2004 по 2006 год, практически на каждом из данных заседаний было принято решение о повышении процентной ставки от минимального на то время значения в 1% до решения до максимального летом 2006 года значения в 5,25 и уже плавное снижение данного индикатора вплоть до начала кризиса. И, как можно заметить, на момент начала лета 2008 года, кризисного года, данная ставка была у 2%. В целом же более интересен является этот период с 2004 по 2006 год. И именно схожесть ситуации того периода с ситуацией сегодня говорит о многом, в первую очередь, о повышении, о вероятности, не только повышении самой процентной ставки, но и, безусловно, и влиянии данной ставки на курс американской валюты. В первую очередь следует отметить, что в отличие от прочих регуляторов мировых того же ЕЦБ, целью, основными пунктами Федеральной резервной системы является не только ценовая стабильность, что в первую очередь выражается индексом потребительских цен в годовом исчислении, больше ситуация на рынке занятости Соединенных Штатов, которая достигла пикового значения в 2009-2010 годах. Данный показатель зарегистрировал безработицу на уровне 10% в то время, как безработица среди молодого населения, так называемого, между 15 и 24 годами была зарегистрирована на уровне 20% в то время. Так или иначе, индекс потребительских цен остается в фокусе Федеральной резервной системы, но, как можно отметить, целевой показатель в районе 2% роста инфляции был достигнут еще в начале 2012 года. И на протяжении достаточно уже долгого промежутка времени, в 4 года, большая часть периода посткризисного периода после 2008 года наблюдалась относительная стабильность цен на американском рынке. В то же время следует отметить, что в период 2004-2006 года также наблюдалось движение в районе целевой отметки в 2% инфляции, что в свою очередь, безусловно, компенсировалось отчасти растущей процентной ставки, которая в итоге издерживала дальнейший рост инфляции в Соединенных Штатах. Говоря о ситуации с так называемой денежной массой, я напомню, что существуют разные классификации от M0 до M3. В Соединенных Штатах основными двумя показателями являются M0 и M2. M0 представляет собой физические деньги, то есть деньги в виде банкнот, купюр, монет, центов. Говоря о M2, то есть это более широкая база, включающая M1 и также включающая себя долгосрочные инвестиции в депозиты. Динамика обоих индикаторов за последнее время, особенно за период посткризисной истории, после 2008 года, наблюдалось достаточно активное повышение объемов данных баз, то есть объема денежной массы в самой экономике США. Увеличение в принципе состояло более 4 раз, при всем при этом повышение физических денег в экономике было в принципе не вызвало резких скачков инфляции, при этом повышение было прерывно. Если же брать в расчет другие активы, как депозиты, то есть деньги по большей части увеличение денежной массы, физической денежной массы, было более плавным на уровне среднесрочных и долгосрочных инвестиций в депозиты. Таким образом, инфляция не приводилась, не пришлось столкнуться в американской экономике с неконтролируемой инфляцией, при всем при этом, можно сказать, что в основном рост массы, он денежной массы, был плавным, как и до кризисного года, лишь в последнее время набирая активные обороты. В свою очередь, реальный рост экономики, который также находится в списке тех 4 пунктов, целью которых, точнее миссией которых является, данные пункты входят в миссию Федеральной резервной системы, рост реальной экономики за последние 3 года в квартальном исчислении, данный индикатор показывал хорошие темпы роста, и в свою очередь, это приводило к некоторым пиковым значениям, в 2013, 2014, 2015 годах можно отметить такие периоды. В свою очередь, последняя динамика за последние полгода следует отметить, что каждый из данных полос представляет себе данные роста за предыдущие 3 месяца, поданы в каждый из текущих месяцев, то есть в каждом году по 12 месяцев, и в каждом месяце подавались данные за рост за 3 предыдущих месяца. В свою очередь, можно заметить, что за последние 6 месяцев, за последние полгода, наблюдается активная динамика роста реального сектора экономики Соединенных Штатов, что, в свою очередь, оказало позитивное влияние на курс американской валюты, и также оказало позитивное влияние на рост основных индексов фондового рынка Соединенных Штатов. Говоря о ключевом показателе, а именно о росте занятости или падении уровня безработицы в Соединенных Штатах, на данный момент наблюдается минимальное значение за более чем 8-летний период, так как в 2007 году лишь наблюдалось более низкие показатели безработицы, и в свою очередь, можно сказать, что на данный момент американская экономика работает на максимуме, и используя все возможные ресурсы, не переходя так называемый предел. То есть, человеческие ресурсы используются на максимуме в данном случае. Следует отметить, что сегодняшняя ситуация достигла минимума касательно падения безработицы, который также наблюдался, хотя и более продолжительный период 2006 по 2007 и начало 2008 года. Говоря о ситуации с естественным уровнем безработицы, а это, напомню, является уровень безработицы, который всегда находится зарегистрирован в экономике, ввиду того, что есть всегда новые поступления на рынок труда, так как, например, как студенты, также постоянно есть люди, которые ищут работу, уходят с работой. И для каждой экономики данный естественный уровень безработицы находится на разном уровне. Так, по расчетам Федерального резервного банка Айовы было вычислено, что на текущий момент, на окончании 2016 года, данный естественный уровень для Соединенных Штатов является 4,8%. В то время, как по последним данным, было зарегистрировано падение до 4,6% безработицы, которая была зарегистрирована, напомню, в начале декабря. И говоря уже о сравнении, опять же, текущего периода с периодом 2004-2006 годов, когда последовала активная, скажем так, серия повышения процентных ставок, в целом составившая более 4% за эти два года. Отмечаю, что на тот момент естественный уровень безработицы был 5%, но, как можно заметить на данном графике, на тот момент безработица была также на уровне ниже, чем естественный уровень безработицы. Все это в то время приводило к повышению инфляции, сдерживать которую и приходилось в Федеральной Резервной Системе путем повышения процентной ставки. Говоря о прогнозах самой Федеральной Резервной Системы по поводу роста основных критериев самой экономики, а также роста процентной ставки, данная информация взята с сайта самой Федеральной Резервной Системы после публикации 14 декабря, после публикации решения по процентной ставке. Следует отметить, что помимо самих комментариев Джанет Йеллен и в самом пресс-релизе есть изменения по сравнению с сентябрьскими прогнозами. Так, на 2018-2019 год, согласно последним оценкам Федеральной Резервной Системы, процентная ставка будет более высокой, чем ожидалось тремя месяцами ранее. Так, средняя процентная ставка в 2017 году ожидается на уровне 1,4%, при прошлых прогнозах в 1,1%. Также на 0,2% на данный момент в Федеральной Резервной Системе ожидается повышение прогнозов в сравнении с сентябрьскими взглядами. И на 0,3% средняя процентная ставка будет выше, чем прогнозы 2,6%, данные в сентябре месяце. Безусловно, можно также посмотреть и повышение процентной ставки в динамике, которая будет составлять, в принципе, определенные промежутки. Но не исключено, что на 2019 год, то есть по прошествии еще около трех лет, динамика роста может превысить то значение, которое наблюдалось в 2006 годах, когда, в принципе, и по росту реальной экономики, и по снижению самой безработицы, и ключевого уровня инфляции на уровне 2%, при тех же данных на 2004-2006 год, Федеральной Резервной Системе пришлось поднимать процентную ставку до более чем 5%, для того, чтобы стабилизировать процесс растущих цен. Также на сайте Федеральной Резервной Системы можно найти графическое представление текущей и прогнозируемой ситуации. Как видно из самых недавних прогнозов, движение роста реальной экономики будет находиться в районе 2% в годовом исчислении. В то же время следует отметить и удержание, точнее прогноз на следующие три года удержание целевого диапазона безработицы на уровне 4,5%. И сама инфляция также ожидается, что будет удерживаться в рамках текущих значений чуть больше 2,5%, может быть в районе 2,5% и чуть выше 1,5%. То есть в рамках целевого значения 2%. Говоря о влиянии новой фигуры как в политическом, так и экономическом плане именно Дональда Трампа, следует отметить, что в первую очередь ожидания влияния на американскую экономику связаны с планами господина Трампа о сокращении так называемого налогового обложения как граждан, так и корпораций, так и юридических лиц. Компания Tax Policy Center предложила данные о текущей ситуации и о предложенных данных изменения процентной, скажем так, процента обложения налогами для разных уровней населения. Если разделить в принципе все физическое, всех физических граждан Соединенных Штатов на 5 частей именно по уровню доходов, то наибольшее сокращение будет заметно у наиболее обеспеченной части граждан, так и у самого богатого процента населения. Общее сокращение налоговых отчислений будет на уровне 6,5% и все более и меньшее влияние будет у менее обеспеченных граждан. Так, господин Трамп, это можно отметить ситуация безусловно с физическими лицами, такое же сокращение эффект будет и на уровне корпораций, на уровне юридических лиц. Данное влияние в принципе целью основной является повышение трат в экономике, и в свою очередь увеличение деловой активности в Соединенных Штатах. Данный эффект в первую очередь следует иметь, что будет иметь более среднесрочное или даже долгосрочное влияние, но будет ли достигнута основная цель господина Трампа, а именно увеличение деловой активности в Соединенных Штатах, таким образом не приведя к повышению, существенному повышению долга и так уже превышающего 100% в американской экономике, на данный момент является неизвестным. Следует отметить еще один интересный факт, связанный с экономикой Соединенных Штатов, а именно протекционистские взгляды новоизбранного президента, именно отношения с южным соседом, с Мексикой, так как известно, Трамп является протекционистом и в свои планы, основные 5 пунктов в первые 100 дней президентства поставил выход Соединенных Штатов из транс-тихоокеанского сотрудничества, что в свою очередь не обязательно означает, что Трамп выйдет из североатлантического зоны свободной торговли, так называемой нафтой, но при этом следует отметить, что пересмотр основных положений данного соглашения, именно нафты, скорее всего, произойдет под руководством страной и Дональда Трампа. И отношение с южным соседом является очень больной темой для Мексики, точнее южным соседом для Америки, для Мексики является больным вопросом, потому как страна в принципе на 80%, вся торговля так или иначе зависит от Соединенных Штатов, и в свою очередь это привело к существенному росту мексиканской экономики за последние десятилетия, с 2008 года, если быть точным, тогда, когда были улажены последние спорные моменты, касающиеся данного соглашения. И ситуация текущая с основными валютными парами, так и индекс доллара на 4-часовом графике, как можно заметить, после решения о подъеме процентной ставки, достаточно активно вырос, что в свою очередь привело к очередному превышению предыдущих локальных максимумов, в свою очередь это означает, что в сравнении с шестью основными валютами мира, торгуемыми на валютных рынках, американский доллар занял наибольшую позицию, наисильнейшую позицию за период превышающий 13, в принципе, за последние 14 лет. И дальнейшая динамика, учитывая ситуацию как в макроэкономическом плане для Соединенных Штатов Америки, так и изменение налоговой фискальной политики в Соединенных Штатов может привести в среднесрочной перспективе к дальнейшему усилению американской экономики, так и индекса американского доллара. Говоря о влиянии на прочие котировки, следует отметить, что движение по паре евро-доллар, который на текущий момент уже достигло уровня минимального значения более чем за 14 лет. Дальнейшее движение, если брать в расчет и ситуацию с Европейским Центральным Банком, для европейской валюты данная ситуация не приведет ни к чему хорошему, если по-простому говорить. То есть велика вероятность дальнейшего снижения котировок европейской валюты из-за потери ее стоимости. И если взять в расчет ситуацию с укрепляющимся американским долларом, данное снижение может быть намного более ответственным падением. И взглянув на ситуацию на месячном графике данной валютной пары, можно отметить как формирование и фигура продолжения общего тренда, наблюдаемого с 2014 года, именно тренда падения. Так и тот факт, что дальнейшая остановка в принципе является паритетом европейской и американской валют, и не исключено, что будет достигнуто и в минимум, абсолютный минимум существования европейской валюты, ниже котировок в 0,9%, но безусловно данные достижения может быть результатом не 2017 года, в самом худшем из прогнозов. То есть понадобится намного больше времени и неисправление ситуации в Европейском Союзе. Выборы, которые ожидаются в Германии, Франции и Нидерландах в 2016 году будут иметь больше политическое влияние, и тем не менее это может негативно оказать влияние на европейскую валюту, не говоря о том, о экономических факторах в европейской экономике, а именно то, что связано с планами Европейского Центрального Банка не повышать в 2017 году процентную ставку с большой долей вероятности, а скорее всего даже ее снижать в отрицательную зону. Говоря о рынке золота данного драгоценного металла, следует иметь, что как на 4-часовом графике, так и на недельном графике наблюдается четко нисходящая динамика цен, что в свою очередь подкрепляется в первую очередь подкрепляется именно укрепляющимся долларом, и также вывод активов инвесторов и перевод их в более динамично растущие рынки, в экономику Соединенных Штатов, что в свою очередь оказывает давление на данный драгоценный металл, который дорожает именно в периоды глобальной нестабильности. Итак, подводя итоги и касательно прогнозов на 2017 год, учитывая макроэкономическую ситуацию в Соединенных Штатах, велика вероятность того, что американский доллар продолжит дальнейший рост. Единственным фактором риска, который остается неизвестным, именно фактором неизвестности для американской экономики и для доллара США является, что же на самом деле будет происходить в фискальной сфере Соединенных Штатов, какое влияние окажут новые указаны Дональда Трампа на саму американскую экономику, если же они окажут то же влияние, что оценивают сейчас основные инвесторы, то есть позитивное влияние, то это лишь ускорит рост американского доллара. В случае же, если будут конфликтные ситуации, безусловно, движение американского доллара будет более волатильным, и не факт, что приведет к однонаправленному ускорению. В целом же, говоря о экономике Соединенных Штатов, следует отметить очень позитивные тенденции, как было сказано, очень похожая ситуация, текущая на ситуацию с 2004 по 2006 годы в Соединенных Штатах. В свою очередь, данная ситуация может повториться и в ближайшие два года, и ждет, как и ожидают основных участников рынка, как и предупредила Федеральная Лизяная система, ждет как минимум три повышения каждый год в течение последующих трех лет.